Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение первой книги Паралепименон. Первые главы этой книги очень сложные, в них практически отсутствуют сюжетные линии, только перечисление имен. Седьмая глава. В этой главе приводятся некоторые из генеалогий Иссахара с 1 по 5 стих, Вениамина с 6 по 12 стих, Нефалима с 13 стих, Монасия с 14 по 19, Ефрема с 20 по 20. Асиро с 30 по 40. Отчетов о Завулоне и Адане нет. Вот, кстати, калина Данова иногда просто умалчивается, как будто пропадает в тексте. Это связано с тем, что из этого калина произойдет антихрист. И давайте посмотрим, что говорится далее. Вот потомки из Сахара. Сыновья из Сахара — Фола, Фуа, Иашуф и Шеброн четверо. Сыновья Фолы Узей, Рефая, Ириил, Иахмай, Ифсам и Самуил. Главные поколения Фолы, люди воинственные в своих поколениях. Число их во дни Давида было 22 600. То есть они были зачтены как бы в армии царя Давида. То есть не были отстранены от тех воин Господних, которые вел Давид. Здесь уточняется, у них по родам их, по поколениям их было готово к сражению войско 36 тысяч, потому что у них было много жен и сыновей. Казалось бы, а как это связано? То есть имеется в виду, что они имели большие семьи, и было много сыновей, которых они готовили к воинской службе, похоже, с детства. Если при перечислении готовых к сражению, здесь вспоминаются и сыновья. Братьев же их во всех поколениях из Сахаровых, людей воинственных, было 87 тысяч, внесенных в родословные записи. Дальше потомки Вениамина. Они для нас интересны тем, что первый еврейский царь был из дома Вениаминова. Это царь Саул. Здесь уточнение в родословных списках записанных, продам их по главам поколения людей воинственных 20 тысяч и 200. Потом опять перечитаются имена, некоторые цифры. Далее говорится о потомках Нефалима, достаточно кратко. Потомки Манасии, с 14 по 19, как я уже говорил. Потомки Ефрема, потомки Асира. В окончании описания потомков Асира сказано, все эти сыновья Асира, главы поколений, люди отборные, то есть их отбирали для воинских деяний, воинственные, главные начальники. Записано у них в родословных списках войски для войны по счету 26 тысяч человек. То есть получается, что готовность к войне присутствовала в каждом колене еврейского народа, как произошедших от жен Иакова, так и произошедшей от наложниц Иакова. Готовность к войне в христианском понимании, в переносе на христианские обстоятельства жизни, это готовность к духовной бране, о которой апостол Павел пишет. Наша брань не против крови и плоти, но против сил злобой поднебесной. И когда у нас были беседы на Псалтырь, там очень много текстов, там сокруши их челюсти и так далее, я ссылался на святых отцов, объясняя эти тексты, что думай больше о том, что здесь речь идет не о твоих соседях, которые с тобой враждуют, а о злых бесах и демонах, которые наши главные враги. Такое наставление нам дают отцы. Так и когда мы читаем в этой главе, что каждое колено было готово к сражению, скажем так, в применении к христианской реальности, каждая епархия, каждый приход ведут свою брань в той местности, где присутствует эта епархия, этот приход. То есть есть границы приходской ответственности, епархиальной ответственности. На каждом таком уровне мы должны исчислить людей искусных, способных к противостоянию какой-то экспансии, чуждой православию, чтобы нам защищать свою веру. И наше оружие — это меч обоютоострый, то есть само Слово Божие. Таким образом, мы вот эти сложные тексты с вами пытаемся как раз применять к христианской реальности. И это правильно, потому что весь текст Библии надо воспринимать как господнее руководство к действию и вчитываться в него до тех пор, пока какой-то урок, какое-то наставление мы не получим из этого текста. А если мы никакого наставления не получаем, то это невыученный урок. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...